Продолжение следует... Такой, ну, рабочий материал, и то, что я от тебя, в принципе, как бы могу ожидать. Я более-менее представляю себе, ну, вот это где, где-то в районе Кемера был, да? Да, Кирола. Да, места там замечательные, и эти всякие, узнаю я ситуации. Вот это очень интересная вещь. И по состоянию, и по живописным каким-то вот, как вот это белое, посмотрите, там вставлено красиво. И колористическое интересное решение. То есть, вот это прям очень удачная штука. Из таких вот монохромов почти вот этот этюб мне нравится. И вот, обратите внимание, светящаяся шина-работа. И вот этот вот какой-то темный, контрастный очень кусок, он сразу как бы дает возможность засветить тому, что сзади. То есть, вот не было бы этого, вот закройте просто пальцем, да? Ну, так красиво, но все немножко расплывается. А вот это, как бы, как точка отсчета такая, она очень там по месту, драматическая, красивая вещь. Ну, кстати, вот если прямо сразу по ходу событий мы можем взять и какой-то отбор сделать, ну, чтобы наиболее сильные вещи. Значит, мне очень нравится вот этот, вот эта терраса прекрасная и пространственная, и всякое растение, вернее, вот это. То есть, вот... То есть, отложить прям сразу, сейчас или как-то... Нет, а мы будем, мы будем как бы, как мы привыкли, будем убирать, да. Собачка мне нравится, вот эта фигура мне нравится, вот эта фигура хорошая. Тут немножко, вот, что-то надо было придумать. То ли синий утащить наверх, то ли уж сделать силуэт, потому что он начинает... В принципе, он красивый, но вот этот фон ему мешает. И еще ноги, в данном случае, вот как-то... То есть, если здесь и здесь как-то готов согласиться, тут он не самым удачным образом композиционным стал. Хотя, по цвету работа красивая, мне нравится сочетание вот этого насыщенного. Вообще, можно не бояться, как бы, поплотнее работать акварели. Ну, смотри, давай мы просто будем, может быть, убирать. То есть, вот, ну, верхний, вот, 7 работ я смело могу сейчас уже убрать. Ну, вот, верхний ряд, 4, да. Это вот, как если бы я убирал на улице, понимаешь? То есть, вот, такие будут. Эти три тоже убирать. Почему, да, вот почему, скажем, здесь у меня такой момент. По рисунку, рыхлые вот эти дома. То есть, если, я думаю, что это какие-то там, я не знаю, стога или соляные кучи, или еще чего-нибудь. Для архитектуры это немножечко, то есть, вот, чего-то тут не хватает. Надо отдельно, значит, подумать об изображении, там, архитектурного какого-то мотива. И это очень хорошее. Ну, вот эти два, такие простоватые, скажем, для меня уже, как бы, понятные. Красивые штуки. Сюда. Ну, вот эту можно, и вот эту можно тоже, эти два убрать. Тут есть такой странный момент, вот эта очень контрастная штука здесь, а потом опять она какая-то... То есть, либо вся гора должна быть плотнее, либо просто взять и такое вот очертание как-то сделать. А главное, что вот эта вся линия горизонта, она вся одинаковая. А там, как правило, это несколько, там, гор и островов, разнесенных в пространстве, они возникают, как бы, более таинственные, вот как здесь. Тогда вот это, значит, можно убрать, это тоже можно убрать, вот эту, тетяна. Да, ну, и вот эту тоже, да. Ну, задача оставить там десяток работ. Это хорошо, это хорошо, это тоже, это мне нравится, вот все они могут быть. Ну, здесь чуть-чуть тоже, как бы, вроде как, как сюжет неплохо. И, кстати, это могло бы быть каким-то интересным моментом. Но вот тут надо думать, конечно. Это все прям хорошо. Ну, допустим, это мог бы сократить. Ну, то, что-то не слишком много было, как я и сказал. Задача оставить... Так, вот эти два вот сюда перевожу, чтобы они так были... Тихо. В принципе, я, ну, смотрел еще вот и в Фейсбуке очень интересные у тебя были работы выставлены. Инстаграм, наверное. А, ну, в Инстаграме, ну, они, ну, как, тупируются. Они большие, да, достаточно? Ну, они большие, да, там, 40 с чем-то, наверное. А ты их не принес? Так я же уже показывал просто, это те, которые я тебе летом показывал. А, это летит приносил. Вот. Хорошо, они как-то интересные и композиционные. Казахстанские тоже, как бы, такой прям, вот, особенно плотные вот эти темные штуки. Вот. В целом, что я хочу сказать? Я считаю, что ты, ну, в области этюда уже вполне состоявшийся художник. Вот, как бы, пейзажного вот этого жанра. Я бы смелее... Значит, тут вопрос следующий, как бы, через что мы себя проявляем, да? То есть, какое вот это рисование, какое произведение в результате, как бы, идеальное, к которому мы стремимся. Являются ли вот эти там... Потому что, в принципе, и вот такой вот этюд, может быть, самостоятельный, законченный. Вещий уже определенным результатом. Но и дальнейший ход тоже как-то нужно вот понимать. Либо ты работаешь, и это, ну, можно, как бы, делать. И есть масса, там, у всяких свидетельств, у художников, которые, ну, вот эту, там, линию акварели и развивают. В разных форматах, в разных, там, подходах. И себя таким образом и обозначают как-то. Да, я вот... Ты на эту космоску не ходил, да? Не, не попал. Никуда не попал. Да, жаль, ну, конечно, я бы мог вас там провести, всех. Потому что это любопытно. Не то, что там прямо учиться, но это хотя бы понять, в каком, что называется, пространстве мы находимся. Где мы живем. Какая там энергетика. Что у нас там хорошего или, наоборот, нехорошего. Ну, вот. Любопытно там было чего поглядеть. Вот. Дальше. Вот, то есть, на самом деле, тебе нужно нам с тобой подумать и каким-то образом формализовать, вот, в каком направлении мы двигаемся. Что мы хотим добиться, какое произведение. Ну, если материал в акварель, это, конечно, да, но еще масло все-таки. Вот. Ну, масло отдельная история. И надо понимать, как оно там будет звучать, как оно может у тебя развиваться дальше. Все вот эти темно-синие мне нравятся. Все хороши. Вот этот вот с темными деревьями. Верхние. Вот это интересно. Вот как здесь желтый светится. Посмотрите. Очень все вроде легко. Но вот так сделать, чтобы какая-то там растительность вдруг загорелась и стала ярче, чем тут вроде желтый положено. А тут белый, да. То есть, белый, вроде, светлее. Но за счет чуть более плотного окружения этот желтый начинает светиться. И вообще он чуть ли не самый яркий во всей работе. Очень интересный момент. И это хорошее. Тут, на самом деле, конечно, надо больше думать о дырках, о форме этих отверстий, которые образуются. Так. Очень неплохо. Ладно. Конечно, в твоем случае я уже могу некоторую предъявлять тебе задачу делать не то, что ты умеешь, а делать больше, чем ты умеешь. То есть, если ты берешь пейзаж, допустим, ну какой-то вот там некой пустоты, ну вот ее уже надо как-то осмыслять. То есть, почему такой, сколько там вот этих подходов, что ты в результате создаешь. То есть, как некоторая такая, ну вот именно этюдная штука хорошо, но вот как это перевести в более длительное и как произвести некоторое изучение этой темы. То есть, если у тебя там появился какой-то туман, да, что я вижу, когда ничего не видно. Значит, это должна быть какая-то последовательная серия рассуждений на эту тему. Ну, тебе, в общем, как философу должно быть это понятно. И таким образом какие-то уже осмысленные, потому что как этюда это прекрасно, чего мне сейчас не хватает, мне не хватает не то, чтобы, я боюсь этого слова, серийности, да, само по себе. Потому что взял и давай клепать сильно. Клепать не надо. Должна быть некоторая, ну, системность, что ли, то есть, вот, скажем, крупные планы, да. Есть отдельные у тебя там крупные планы, будь то растений, цветов или там людей или кого-то. Значит, вот эти крупные планы нужно собрать и понять, как ты с ними работаешь и что это ради чего. Опять же, близко и далеко. Видное, не видное. То есть, я вижу, потому что туман или я вижу, там, я отвожу глаза каким-то образом. В общем, там масса всяких есть нюансов, как на эту тему можно поразмышлять и чего там можно сделать в результате. И, наверное, будем работать в плане, иногда, как упражнения, искусственные ограничения там с цветами, написать пейзаж одной краской или двумя, или тремя, чтобы как бы выразительность вот эту максимально получить, да. Вот, отдельно, конечно, тоже мне интересно, чтобы была какая-то тема, может быть, и портрета у тебя, она у тебя и была когда-то. Вот, к этому хорошо бы, наверное, вернуться. И, может быть, подумать еще о некоторых сложно сочиненных композициях, но это мы отдельно поговорим об этом, о таком калажном, что-то подходит. Вот, то есть, задача наша, магистральная, которую я как бы обозначил, вот как из этого этюда перейти к станковой работе. И я советую тебе, как бы, все время эту историю как-то, как бы, подтверждать, что ли, какими-то размышлениями и рассуждениями, которые имеет смысл даже как-то и записывать. В смысле, словами? Да, это не обязательно философский трактат должен быть какой-то, это, ну, достаточно, ну, просто, как бы, вот это вот собирать, потому что именно из этого потом твое лицо как художника и складывается какую-то, тут-то ты какую-то концепцию свою можешь заявить, когда она рождается изнутри. Вот, ну, в общем, для меня здесь более-менее понятно все, хорошая история. Значит, я попрошу тебя подумать сейчас, может быть, да, я бы хотел, чтобы мы первую работу, которую напишем здесь для всех, да, сделать ее, вот, ну, на основе того, что у нас было летом. Ну, либо то, что сейчас вот мы будем смотреть, вот, либо что-то, что вы еще донесете. Я туда отдельно сейчас поговорю. Так, мы идем все дальше. А это ты делала потом уже, да? Да, это уже дома. Ага. Я в мае делала похожую вещь. Я помню. Но я решила переделать после вот этой работы, потому что я наконец-то поняла, что нужно сначала одним тоном красить лицо, а потом уже все эти цветащиеся штуки добавлять. Угу. Полностью. Потому что либо мы смотрим в глаза, и мы видим фигуру в силуэтах. У нас всегда на чем-то сосредоточено внимание. Вот есть такая, там, я не знаю, фэшн-съемка, когда там супер редко снято, да, ты смотришь, и прям вот все там, да, и глаза болят, там прям все детали проработаны, там. Причем бывает, что не несколько кадров, когда, которые потом переклеиваются между собой, чтобы еще и в глубину там все планы были резкие. И это вызывает особый эффект именно по той причине, что мы так не видим. Вопрос видения, как вы говорили, это вопрос психологический, на самом деле. Не только оптика. Но в момент, когда вот мы с тобой беседуем, я на тебя смотрю, я вижу, как бы, тебя вот там, вот до сих пор, да, но ноги твои где-то растворяются у меня на периферии. Я понимаю, что они есть. Или наоборот, если я там начну рассматривать твои туфли, то в этот момент, конечно, я уже не смотрю на лицо вот так. То есть, где сфокусировано наше внимание. И художник должен таким же образом передавать. Конечно, если мы возьмем... В истории искусств этого, как бы, эволюция взгляда произошла очень сильно. То есть, если мы возьмем раннее возрождение, ну, и как в Карпаччо, то там прямо он все, травинки, камушки, там какой-то святой сидит и ранен в пустыне, там ящерицы ползут, стрекозы летают, где-то крестьяне в дальнюю землю пашут. Ну, в общем, потому что картина – это такой рассказ о божественном устройстве сущего, в которой каждая деталька... То есть, это не просто потому, что он хотел все нарисовать, а некая часть видения мира в конце философской идеи. А потом все больше, как бы, смещалась к обычному человеческому взгляду и потом у Мане уже, когда там половина расплывается в каком-то тумане и только какие-то части. Задача интересная, мы будем думать, как ее можно трансформировать. А вот это что вы скажете, пожалуйста? Это просто в картинке. Ага. Ну, там какое-то солнце, птицы. Ну, да. Правда, это луна. Ну, луна, да. А что за картинка это была? Просто фотография неба. Угу. А это картинка тоже делала? Да. Это должна была быть банка с ящерицей. Угу. То есть, смотри, здесь очертания. Но очень сложно рисовать бегающую в банке ящериц. Она живая там, что ли? Была? Угу. Я просто ее поймала, решила нарисовать, что она впустила. Ну, слушай, ящерицей в банке это вообще отдельная задача. Можно было уже больше ничего к ней не добавлять. По-моему. Значит, смотри, там есть просто один момент, на который в дальнейшем надо бы обратить внимание. Дайте мне на то, как видеть нетривиально, необычно, чтобы добиваться выразительности. с фотографиями. С фотографиями. Угу. Это я делала аристографию, если я... что-то не поменял. Почему? Мне дали около заданий, в моем учительнице, по ариентуре, делать пять ариентураций, школьные... Ага. А я сделала три. При наказании к Алине Медина и к Алине Медина. Угу. 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 О, хороший. Да, так. Он у нас тут в парандольке, брат поселился. Угу. Он решил одержиться. Ну, понятно. Да, я скажу. Делал, конечно. Делал, когда-нибудь шутки. Как? Помню, много щас. Посмотри, вот тут есть... Вот моя гуашь какая-то. Вот тут вот тоже. Да, спасибо. Кто-то там телефон положил. Да, это мой. Ага. Да, правда, он сушит такой-то по-моему. Во-первых, так-то. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...